Еще раз всем доброе утро. Марина, спасибо за приглашение на этот вебинар и за приветствие. Я действительно вчера был в Таратове и очень торопился вернуться, чтобы сегодня участвовать в этом вебинаре. Тема заявленная у нас – изучение еврейской истории через работу в электронных архивах. Я хотел бы на эту тему немножечко поделиться своим опытом. Был у нас опыт занятия историей семьи в еврейских школах. Опыт был разный. Многие семьи боятся вытаскивать скелеты из своих шкафов и поэтому не приветствуются, когда дети интересуются историей семьи. Но в большинстве случаев все-таки это дает возможность и самим родителям тоже больше узнать о своем происхождении. Поэтому первый этап, он, конечно, не электронный архив, а это архив семейный. Все, что сохранилось в семье из документов, фотографий, мемуаров, как устных, так и письменных – это все база для дальнейшего поиска сведений по семейной истории уже в архивах. И, конечно, проще всего сегодня работать с электронными архивами. Никуда не надо ехать, нигде не надо просить никаких разрешений. Как только человек собрал бумажные документы, фотографии, мемуары и записал устные воспоминания старших членов семьи, это уже дает ему возможность создать собственный электронный архив и сделать его как личным, так и публичным. На сегодняшний день существуют две основные программы, которые позволяют это сделать. Это универсальная многоязычная программа «MyHeritage» и сугубо русскоязычная программа «Древо жизни». Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. «MyHeritage» хорош тем, что там возможно разместить свое древо. И, благодаря этому, другие люди, которые тоже интересуются семейной историей, возможно, кузены, какие-то дальние родственники увидят это древо, и люди смогут дополнить свои знания, взаимобогатиться. В программе «Древо жизни» версии нет, и, соответственно, нет такой возможности. Какие же электронные архивы на сегодняшний день существуют для изучения семейной истории? Ну, в первую очередь мы говорим о тех семьях, которые 20-й век провели на территории бывшей Советского Союза и, скорее всего, 19-й век на территории бывшей Российской империи, независимо от технического, национального, религиозного происхождения. Предлагаю рассматривать эти ресурсы в хронологическом порядке от сегодняшнего дня вглубь. Знаешь, такое самое глобальное событие, которое затронуло всех жителей Большого Советского Союза, это была война 1941-1945 года. И для нас два источника таких она дает на сегодняшний день. Это оцифрованный архив Министерства обороны, сегодня архив Российской Федерации, тогда это был архив Министерства обороны СССР. Создан портал, который называется «Память народа», состоящий, в свою очередь, из двух ранее созданных порталов. Они их объединили «Подвиг народа.ру» и «ОБД мемориал.ру». Что это такое? Это объединение двух фондов Центрального архива Министерства обороны. Первый «Подвиг народа» – это фонд награждений участников, солдат и офицеров и генералов Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Все наградные листы отсканированы, оцифрованы, выложены в эту базу. И если в семье был участник войны на фронте, и он получал награды персональные, не только медаль за победу в Германии, ордена и медали, которые присваиваются именными приказами, то информацию об этом бойце и командире солдат и офицере можно найти на этом портале. Уже дальше, если мы хотим узнать больше об этом человеке, тогда из онлайна мы переходим в офлайн, и в самом Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации города Подольске можно найти непосредственно учетно-наградные карточки, которые пока не отсканированы, сейчас в процессе сканирования, они пока еще не выложены онлайн. А если это не солдат или сержант, а офицер, и он умер до 1984 года, то можно ознакомиться в этом архиве с его личным делом, автобиографией, посложным списком, сведениями о родителях, женах, мужьях, были и женщины, воевавшие во время войны. Вот такой симбиоз онлайн-от-лайн. Если же солдат или офицер Красной Армии погиб на фронте, и его командование успело составить об этом донесение, и была отправлена когда-то похоронка семье, то вот эти сведения, либо этого не было сделано, но после войны родственники получали документы о том, что их муж, сын, отец, брат погиб на фронте, и соответственно им положена пенсия, то тогда они подавали заявление после войны в 1945-1947 годах. Эти сведения тоже ставятся в базе ОБД-Мемориал.ру. Это то, что касается периода 1941-1945 годов. Для всех граждан СССР. Вторым источником, вторым таким событием глобального масштаба, которое затронуло всех жителей, и соответственно нашло отражение сначала в архивах, а теперь и в электронных архивах, это годы сталинского террора, вообще коммунистического, но, конечно, в первую очередь. Здесь нет единой базы по всему бывшему Советскому Союзу, и во многих семьях, соответственно, были репрессированы родственники. Основной такой базой на сегодняшний день является, попробуем сейчас что-то засунуть, чтобы это было не только на словах. Так, куда-то у меня ушел экран. Первая такая база создавалась по архивам бывших подразделений НКВД на территории Современной Российской Федерации Республики Казахстан. Сегодня это base.memo.ru, это делало общество-мемориал, но стоял вопрос, как же добавить в эту базу списки репрессированных на территории других советских республик. Чуть позже подключилась к этому процессу организации в Украине, и на сегодняшний день существует такая база, далеко не полная. На сайте Национальный банк репрессий, это reabiz.org.ua, и прям буквально в прошлом году появился проект, который пытается объединить российскую, казахстанскую, украинскую и добавить туда белорусскую и грузинскую базы. Это открытый список openlist.viki. Соответственно, белорусская, украинская и грузинская вносятся на национальных языках, потому что составляются в этих государствах на национальных языках. Еще базы эти далеко не полные, но на сегодняшний день они включают все-таки несколько миллионов записей и в целом отражают вот этот вот период, период советской истории. По остальным бывшим советским республикам таких баз на сегодняшний день, к сожалению, не существует электронных. Третье событие, которое затронуло все население Российской империи, это Первая мировая война. Буквально до 2014 года во всех постсоветских странах об этом, как о персональной истории, о личной истории участников Первой мировой войны практически ничего не говорилось ни про верхних исследований. Вот к столетию начала этой войны все-таки какой-то процесс пошел, и на сегодняшний день существует проект «Великая война» jivo.mil.ru, где российский государственный военно-исторический архив, держащий все сведения по Российской императорской армии, разместил онлайн аналогичной памяти народа «Оцифрованная картотека потерь Российской армии в Первой мировой войне». Это погибшие, умершие от ран, попавшие в госпитале или в немецкий плен солдаты русской армии. Среди них тоже было достаточно много евреев. И, наконец, четвертый период от нас, который универсальный, затрагивал все свои общества, но в первую очередь, конечно же, городское население, и население, которое участвовало, как-то занимало какие-то положения в обществе. Неважно, были ли они чиновниками или предпринимателями, или общественными деятелями. И, соответственно, во всех губерниях Российской империи издавались ежегодники, которые назывались «Памятные книжки», где перечислялись все, соответственно, должностные лица и общественные деятели каждой губернии на каждый год. Книжки эти в целом сохранились не за каждый год, не по каждой губернии. И уже много лет идет такой волонтерский проект по оцифровке этих источников для возможности персонального поиска. И сегодня это называется genialogyindexer.org, genialogyindexer, слитно, где также возможен поиск по фамилии, независимо от региона проживания того или иного, как я уже сказал, чиновника, бизнесмена или общественного деятеля. Это то, что касается универсальных источников. То, что касается уже непосредственно... Далее мы переходим непосредственно к еврейским источникам, потому что так уж сложилось, что евреям почему-то так обычно больше всех надо. И в отличие от других этнических, национальных и религиозных групп озаботились собиранием, сохранением и предоставлением доступа к сохранившимся источникам уже непосредственно истории евреев. Такими, опять же, в хронологическом порядке такими источниками являются сначала универсальные источники, и наверняка все участники нашего вебинара знают о музее Яд-Вашем в Иерусалиме и его онлайн-каталоге. Если изначально эта база состояла из так называемых листов свидетельствующих показаний, когда выжившие, пережившие Холокост, люди сообщали сведения о погибших своих родственниках и друзьях, знакомых, соседях, то впоследствии, прежде всего, в начале нулевых годов, были собраны и добавлены в эту базу также сведения и списки персональные из официальных источников архивных. То, что касается территории бывшего Советского Союза, это в первую очередь материалы Советской чрезвычайной комиссии по расследованию и звездам введения немецко-фашистских оккупантов и их пособников, когда на освобожденной временно оккупированной территории составлялись, советские органы составляли списки погибших, казненных, угнанных в плен советских граждан для того, чтобы предоставить эти списки впоследствии на Нью-Йоркском трибунале. Естественно, среди них достаточно много евреев оказалось. Точно так же, значит, те люди, которые были эвакуированы из западных республик, из Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдовы, на восток СССР, в Поволжье, на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию, в Казахстан, в Закавказье, там на месте, уже по месту эвакуации, в 42-м году составлялись списки эвакуированных. Вот эти списки, которые касаются территории сегодняшней Российской Федерации, были собраны, переданы в Госархив Российской Федерации в Москву, с которыми я вошел соглашение, получил все эти списки, цифровал из всех, кто был указан как евреев, внес в свою базу данных. А также во Франции были, значит, найдены, сохранены, ядварь шилом оцепрованы списки евреев, угнанных из Франции в немецкие концлагеря. Там тоже есть достаточное количество уроженцев Российской империи, которые в результате 17-20-го годов иммигрировали во Франции, а в торговом их уже там Насте, в Солокосте. Значит, эта база существует на 5 или уже на 6 языках, в том числе на русском, не требует регистрации, и ими можно свободно пользоваться. Следующая база существует только на английском языке, требует регистрации, имеет ограниченный бесплатный доступ и полный доступ за деньги, но, тем не менее, это проект, который идет уже с 96-го года. Главный сайт по еврейской генеалогии в мире jewishgen.org, который собирает метрические книги, то есть все записи родившихся, женившихся и умерших евреев из государственных архивов всех стран мира, в первую очередь это Польша, Литва, а теперь Латвия, Беларусь, Украина, Молдова и Румыния. И по этой базе возможен поиск записи уже, когда наши современники узнают о своих предках и местах их рождения и жизни 19-го, начала 20-го века. Есть подобные проекты, изначально jewishgen это инициатива волонтерская, добровольческая, поэтому было очень много препятствий и для того, чтобы найти общий язык с государственными архивами самых разных стран в перечисленных и для того, чтобы найти финансирование на подобный проект, тем не менее, он живет и развивается. Туда, к сожалению, не входит территория сегодняшней России, Закавказья, Центральной Азии, очень скромная база по Беларуси в силу того, что огромное количество источников просто утрачено, их нет в таких архивах, именно в первую очередь по Беларуси. А Украина только-только начата, но тем не менее, это действительно главная и самая большая база по еврейской генеалогии в онлайн на сегодняшний день. Также существуют локальные базы, это то, что касается универсальных, также существуют локальные базы. Русскоязычный аналог JewishGen, который тоже волонтерский, тоже существует много лет и тоже по-прежнему развивается, это портал еврейской формы j-rux.info, который собирает аналогичную информацию из архивов в первую очередь Украины, Беларуси и Беларуси, и тоже можно осуществлять поиск личной информации как по архивным документам, так и по некоторым кладбищам. Но все-таки пока его нельзя назвать, он именно скорее относится к региональному, поэтому по информации, которая поддержит в этой базе данных. И вот так мы плавно перешли от архивов онлайн к кладбищам онлайн. Как я сказал, в базе данных портала еврейские корни есть информация по некоторым кладбищам, оцепрованные каталоги по некоторым еврейским кладбищам Украины. Их существуют другие проекты специализированные, которые занимаются именно оцепровкой и захоронений на еврейских кладбищах. На сегодня это три таких больших портала. это раздел еврейских кладбища на портале taldot.ru Начинался он сам этот проект базируется в Израиле. Команды, которые люди физически пошли на еврейские кладбища из себя в городах сначала сфотографировали каждое захоронение, потом создали каталоги. Поэтому этот ресурс в первую очередь охватывает кладбище в городах Российской Федерации на сегодняшний день, там, где есть еврейские общины и там, где есть еврейские кладбища. И, соответственно, по большей части это послевоенные захоронения. Там нет не до военных, но тем более до советских периодов. В силу того, что эти захоронения по разным причинам утрачены и срыты или памятники разбиты и не читаемы. А чуть позже появился проект mitzvat.net.com, который стартовал в Гомеле и охватил сокол-каталоги еврейских захоронений на гомельских еврейских кладбищах. На сегодняшний день он охватывает уже достаточно много кладбищ как в Беларуси, так и в Украине и Казахстане. И третий подобный проект возвращаемся от специфически еврейских к общим. Это necropole.info проект родившийся в Латвии, но опять же на сегодняшний день включает возможность поиска захоронений, а также сведений о смерти, о репрессиях людей, которые проживали на самых разных территориях бывшего Советского Союза, в Латвии, России, Украине, Казахстане. Таким образом, когда-нибудь у нас в следующей операции наверное появится какой-то суперпортал, который объединит это все. Да, ну и также существует четвертый, у меня уже это время вышло, существует четвертая часть вид источников по электронным архивам онлайн, которые не претендуют на универсальность и охватывают какой-то регион, когда сами государственные архивы создают собственные онлайн-каталоги, онлайн-порталы, в первую очередь по тем фондам и тем документам, которые содержат личные дела или персональную информацию. На сегодняшний день на постсоветском пространстве наиболее продвинутый, наиболее полный и наиболее удобный в использовании это петербургский архивный портал в пбаркайз.ру пбаркайз одно слово где существует возможность тоже пофамильного поиска если на человека было заведено какое-то личное дело как на студента или как на какого-то советского работника или партийного по всем архивам Петербурга так по историческому архиву который в советский период охватывает так и по государственному архиву который в советский период охватывает так и по архиву литературы и искусства по архиву личного состава и даже по архиву кинофото документов Петербурга когда опять же когда-нибудь появятся я верю такие порталы и по другим регионам когда государственные архивы получат соответствующее финансирование и руководство этих архивов появится соответствующая воля к тому чтобы осовременить свое заведение вот вкратце то что я хотел вам рассказать сегодня наше время уже истекло и если есть технические возможности желание то я готов ответить на вопросы да вот спасибо за внимание